Добрый день, уважаемые коллеги! Большое спасибо Федерации Хоккея России и Университету Лесговта, которые пригласили нас с моим садокладчиком. Там есть полный экран, полный экранный режим, чуть-чуть еще ниже. Вот-вот еще ниже, 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 ниже еще. Еще ниже на одну. Вот, вот здесь. Спасибо. С моим садокладчиком, Геннадий Петрович Вершининым, на вашу конференцию, я сейчас участвовал, слышал вопросы в дискуссии, постараюсь тоже высказать свое мнение. Может быть, оно покажется кому-то спорным. Те вещи, о которых я буду говорить, они не совсем приняты. Говорить, конечно, мы будем с вами о допинге. И вначале я покажу список ВАДа на 2020 год, январь, который вступил в силу у нас вот сегодня. Что мы имеем в этом списке? Так, что-то у меня не листается. А, листается. Вот те группы веществ, в которые запрещены, запрещенные препараты, я не буду конкретизировать, но выскажу свое мнение. Смотрите, если широкая группа препаратов, которые включают и анаболические средства, и факторы роста, и метаболизма, запрещены постоянно, то в соревновательный период запрещены стимуляторы, наркотики, каннабиноиды, глюкокортикоиды и бета-адреноблокаторы. Что касается нашего мнения, посмотрите, вот в частности запрещен кобальт. Это было введено в прошлом году. Но получается, что нельзя пить витамины, потому что B12, санкобаламин, в нем всегда есть кобальт. То есть, если пациент пьет какой-то поливитаминный, не пациент, а спортсмен, какой-то поливитаминный комплекс, он уже будет подвергнут ВАДА проверкам или, более того, дисквалификациям. Кобальт включен как фактор метаболизма. А где же наш знаменитый мельдоний здесь? Ну вот он где. Он в модуляторах метаболизма. А что касается нашего мнения, то посмотрите, вот в 1976 году было все четко и понятно. Были запрещены психостимуляторы, симпатомиметики, стимуляторы центральной нервной системы, наркотические анальгетики, анаболические стероиды. Сегодня список расширен и с нашим мнением согласен глава РУСАДА Юрий Александрович Ганус, делая доклад в прошлом году на форуме «Человек здоровья, спорт и здоровье» на секции по допингу. Мы с ним на эту тему разговаривали, он был на нашем докладе и он поддержал нашу концепцию. Что такое допинг? Допинг от английского слова «to dop» принимает наркотики. Это использование веществ, оказывающих вредное воздействие на здоровье спортсменов. Вредное воздействие. Сегодня же понимают все, что включено в список. Завтра включат колбасу, сыр, сосиски. Это же тоже наркотик, еда тоже наркотик. Она тоже стимулирует физическую силу, понимаете? Вот посмотрите, случай смерти от допинга. Я привел некоторые тут, ну список очень большой, можно ознакомиться в книгах. В основном погибали от приема героина, кокаина, амфетаминов, алкоголя и анаболических стероидов. Ну никто не погиб от мельдонии, от кобальта, цинка, витаминов и даже от эритропоэтинов. Конечно, никто не погиб. В чем тут лукавство, понимаете? Если мы хотим чистых спортсменов, тогда должны биороботы быть, которые с детства ничего не едят, не пьют. Детей надо выращивать в пробирке. Они должны состязаться от имени стран своих, ассоциаций. Потому что так можно любого подвергнуть. Вот в этом году написано в списке ВАДА, что уже под запретом два растительных компонента, которые в следующем году, в 21-м, будут запрещены. То есть уже нельзя их принимать. В частности, корень левзеи – это растительный стимулятор. И еще один растительный препарат, который я покажу позже. С другой стороны, в спорте сегодня невозможно обойтись без дополнительных метаболических веществ. Не зря Международный Олимпийский комитет в 18-м году в марте принимает консенсус по применению чего? Нутриционных добавок у спортсменов. А наше российское, посмотрите, федеральное агентство МБА под редакцией Уйба принимает соответствующий документ. Биологические добавки в спорте, актуальные вопросы, противодействие допингу. То есть, а мы же... То есть, надо принимать, потому что прием вот этих вот веществ, витаминов и так далее, это те секунды, метры и золотые медали, которые выигрываются в разных видах спорта. Это вот эти доли секунды, которые и дают выигрыш в спорте, восстановление и все остальное. Я буду говорить сегодня о физической способности, и поскольку долго и давно общаюсь с детскими тренерами, мне очень близка ваша тема, и я понимаю, что уровень образования в Лесгофте – это кафедра физиологии, ну по питанию я имею в виду, это физиология, нормальная физиология, нутрициологией вы не занимались, и медики, и врачи спортивные тоже не знают нутрициологию, абсолютно они не знают. То есть, сегодня можно только обратиться к западным каким-то специалистам, которые могут грамотно все это дело объяснить. А с другой стороны, вот смотрите, если вот эти вещества, они помогают спортсмену восстановиться, то на этапе формирования и роста они обеспечивают рост мышечной массы ребенка, формированию костного скелета. То есть, если ребенок занимается спортом и растет, он развивает те группы мышц, которые… Так, если это делать грамотно, а что у нас происходит? У нас есть базы, куда уезжают дети летом, да? И они нагружаются и едят тухлую капусту, тухлую кислую капусту. Когда в этот период можно было дать… Я говорил с спортивным тренером, где занимался мой сын, я говорю, всей команде нужно дать соответствующие белки и витамины, чтобы дети набрали килограмм мышц и скинули килограмм жира хотя бы, да? Ну, как раньше в пионерлагере были весы, и там взвешивали набор отрядов, да? Известный фильм «Посторонний вход воспрещен», да? Сколько набрали отряды пионеров за лето? Дети растут, они вырастают за лето. Понимаете? Так разве можно делать горки 10 километров бежать, как делал мой сын, и есть тухлую капусту? А в пределах бюджета там не могут… Родители же платят, не могут обеспечить питание дороже. И так получается 30 тысяч от родителей. Все же за счет родителей идет, понимаете, и формы, и коньки, и так далее. То есть я все это прошел 10 лет, и знаю, как это делается. Что еще делается в спортивной школе? Там идет постоянная селекция. А не выращивание. Надо же выращивать спортсменов. И сколько Бобровых и Харламовых мы пропустили, я не знаю. Но я думаю, очень много. Опыт наших коллег-фигуристов Этери Тутберидзе показывает, что у одного тренера может быть целая команда. Если это грамотный тренер, он может создать целую команду, которая будет играть в высшей лиге. Где такие тренеры? Покажите мне этого тренера. Покажите мне Тутберидзе среди хоккеистов. Где этот детский тренер, у которого… Что у нас нет талантливой молодежи? А кто раскрыл их таланты? У нас селекция. Давай Владивостока возьмем, привезем в Петербург, оденем форму СКА мальчика в интернат на тухлую капусту. Опять же, а если он не вырастет на тухлой капусте, мы купим игрока из НХЛ. Вот это тактика. Что касается… Я немножко перескочил. Да, что касается спорта. Посмотрите. Физическая работоспособность определяется различными факторами, различными факторами, в том числе зависящими от… Но не совсем, я бы сказал, питания. Это уже не совсем питание, а это структура тела, состояние организма. Вот сегодня говорили уже, хоккеисты. Они играют короткие смены – 40, 30, 40, 50 секунд на льду. У них идет в основном расход АТФ, посмотрите, и анаэробный обмен. И если бы они играли одну смену и уходили в раздевалку, то они бы никогда не доходили бы до нагрузки аэробной. Но поскольку они играют целый матч, то, конечно, у них и окисление липидов идет, и окисление углеводов идет уже по аэробному механизму. Я не думаю, что они доходят, вот то, что сегодня показали передо мной, до ПВЦ-170, когда у них анаэробный-аэробный переход. Это не про хоккей, точно не про хоккей. Вот такие… Это скорее марафонские, там, не знаю, какие-то вот бег на средней дистанции. Ну, не доходят. Они же короткие смены и потом отдыхают. Но то, что они включают расход жира и расход мышц, это безусловно. Катаболизм мышц идет, естественно, распад жира. То есть все это мы видим. Обезвоживание и так далее. Это все понятно. Чем же можно помочь? Конечно, можно, потому что питание скудное. Да, питание дано на откуп родителей, я имею в виду детей в спортивных школах. Питанием занимается семья, родители. Тут не влияет ни тренер, ни какой там ни врач, ни диетолог. Слава Богу, в командах уже появились диетологи, их не было еще недавно. Но опять же, диетологи, ну, они могут посоветовать какую-то еду, какие-то виды продуктов. Нужно другое совсем. Вот здесь показаны витамины, разрешенные. Здесь все разрешено. Которые могут повысить анаэробную, это тоже надо хоккеисту, анаэробную производительность. Есть другие вещества, которые повышают аэробную. И они тоже нужны. Я покажу и сошлюсь на книгу Леонида Владимировича Михно, в которой эти данные приведены. Почему это нужно и по спортсменам. В частности, остановлюсь на таких комплексах, как карнитин и так далее. Что касается анаболиков, да, есть и анаболические средства, и сюда тоже относятся, к примеру, карнитин. Но вот я про это говорил. Эггистен, корень левзей, уже запрещен в следующем году. То есть сейчас уже сказали его контролировать и не принимать. А трава якорцев, трибулус, тоже находится в таком зависшем состоянии. То есть растительные анаболики тоже запрещены. Хотя никто от них не умрет, конечно. От левзея или какого-то еще растения. Ну, считается, что чистые спортсмены, да. Что такое чистые, я вообще не понимаю. Я говорю, биороботы, пожалуйста, чистые. Выращивай в пробирке их. Пусть они соревнуются. Это дети, генно выращенные в пробирке от суррогатных матерей, выношенные какими-то мамами. И пусть они соревнуются от имени страны. В хоккей играют, в футбол, как мышки бегают. А мы будем болеть за них. Чистые. У кого чище получились линии крыс-вистар. Вот. Это книга профессора Михно. Посмотрите. Физическая рабоспособность хоккеистов на 63% определяется аэробной гликолитической производительностью. То есть даже больше, чем наполовину. Поэтому эти вещества, их нужно давать. А когда их нужно давать? Не в момент соревнований. А в момент тренировок. Вот анаболическую нужно, когда они там на базе. А вот аэробную, повышать аэробную, за месяц до, выходить на пик формы, за месяц до старта, или когда идут хоккейные матчи, тогда после игр, перерывов между игр. И мы видим. Команды, видим НХЛ, видим Барселону футбольную. Что они там делают в раздевалке? Да там стоят эти коктейли. Но они же все их принимают. Там всегда есть, как выступил Массимо Карара, когда он был тренером Спартака, в газете «Советский спорт». Вы читали его статью, он написал. У нас диетолога нет в команде. У нас нутрициолог в Спартаке. Потому что он привез с собой нутрициолога из Италии. Ну, у Шевченко в Милане был тоже нутрициолог личный, нутрициолог, который следил за его формой. А у нас хоккеист приходит летом, да, допустим, набрал вес. Ему говорят, иди худей. Кто ему поможет? Ну, набирает, футболист набирает там. А кто поможет Ковальчуку, которому уже за 30? То есть им надо сопровождение метаболическое. Они уже старенькие. Им надо уже помочь. Ну, я занимался все время Плющенко Евгением, да, по просьбе Мишина Алексея Николаевича и сделал его олимпийским чемпионом в Турине. Вот. Потому что были проблемы. Вы просили меня, ну, надо специалиста, чтобы помог в этом плане подкорректировать. Нельзя самому это делать. Опять же, прием добавок. Сегодня отвечает за это сам спортсмен. Сам. Подождите, у него что, образование есть медицинское у спортсмена? Это не может отвечать спортсмен и даже не может тренер. Это должен быть врач команды или нутрициолог команды, который разбирается в этих вопросах. Он должен нести юридическую ответственность за допинги, за отсутствие допингов. Каждый такой комплекс должен быть проверен и выдано заключение, что он не содержит запрещенных веществ. То есть для этого есть Русада. Я отправлял к Дурману все время для Плющенко эти препараты и получал заключение, что там нет, не содержится в этом питании запрещенных каких-нибудь добавок. На данную партию продукта, не на серию, не на вид, а на данную партию, что в этом именно, в этом колпачке нет ничего лишнего. Конкуренты могут добавить и команду вывести из строя. Они добавят и вам закинут через аптеку и вы купите, и примените. И отвечает спортсмен, с какой стати? То есть ему надо их принимать, но отвечать он за это не имеет права, он не имеет специальных знаний. Что касается мышечной работы, посмотрите, генетически формируются волокна первого типа, которые окисляют жиры, медленные. И в митохондриях образуются кетоновые тела, которые ограничивают эту работоспособность. Тренировками можно достичь развития только волокон второго типа, которые закисляются, образуя лактат. Мы, конечно, можем проводить мероприятия по уменьшению лактата, по выведению лактата. А что делать с волокнами первого типа? Для этого есть комплексы, для этого есть карнитин, в частности, который обеспечивает транспорт длинноцепочных жиров митохондрии, увеличивает окисление при длительных аэробных нагрузках, это касается и хоккеистов, и даже способствует выведению лактата. Посмотрите, работа Поростаева, спортивная медицина, журнал, 2012 год, он даже и лактат выводит, волокна и второго типа затрагиваются. Он повышает мышечную силу и выносливость, является андрогеноподобным, андрогеноподобным фактором. И он никогда не будет запрещен, знаете почему? Потому что он вырабатывается в организме человека, он синтезируется в печени, у нас с вами. А разве можно запретить то, что образуется в теле? Как можно запретить те вещества, которые образуются в норме? Конечно нет. Это работа Кулиненкова, где он тоже показывает анаболическое действие карнитина на мышечный объем и на выносливость. Мы давали и Плющенко их, конечно, потому что мы получили заключение Русада, что этот комплекс, да он в списке не находится, он разрешен, пожалуйста, он никогда не будет запрещен. Более того, наша ФМБА написала, смотрите, в известиях в 2017 году, мельдоний заменят элькарнитином, ФМБА нашло аналог препарата запрещенного ВАДА, потому что весь мир пьет только элькарнитин, никаких мельдоньев там нет, поэтому они его и запретили, что они просто его не получали. Они принимали препарат лучше, который называется элькарнитин. Это тоже работа волков и олейников. Тут касается видов спорта, игровые виды спорта, хоккей, соответственно, подходит, циклические виды спорта также подходят. Он не относится к запрещенным допинговым средствам, не токсичен, не вызывает привыкания. Сегодня применяется в виде порошка, но почему иногда он не действует? Когда нужно его давать? За две недели. Его эффект развивается через две недели, потому что в организме есть запасы карнитина 20 граммов. Почитайте, если хотите в интернете, книжки есть, есть наши книжки. 20 граммов. Если вы принимаете по одному пакетику в день 1 грамм, за 20 дней вы набираете его полный объем. И больше уже можно не пить. Если вы не занимаетесь спортом, потому что он тратится в процессе спортивных игр и нагрузок, он, конечно, расходуется активно. Вы знаете, где он есть? В молоке матери. В молоке матери его в 100 раз больше, чем в крови человека, в крови матери. Сейчас детские смеси все с карнитином таурином грудничковые. Да без него не растет человек. Это вообще незаменимое вещество. Эль-карнитин. Вот есть Элькар у нас. Есть Элькар у нас. Итальянская основа проверенная. Препарат. Это не БАТ. Это фармпрепарат, Минздравовский, в порошке, который легально, законно можно принимать, и все будет хорошо. В 2013 году, готовясь, было большое совещание в Москве перед Олимпиадой в Сочи, и мы выступали там, предложили такую схему. Мы предложили разделить питание спортсменов на обычное питание, повседневное, да, и на специализированное, которое называли еще эргогенной диетой или нутриционной поддержкой. Если повседневный рацион, вот дальше будет доклад по диетологу, по обычному питанию, не буду отнимать у него хлеб, это животные растительные белки пищи, углеводы пищи, витамины пищи, пробиотики, дальше будет доклад, тоже через один, через два, то мы предложили вот эту группу нутриционную поддержку, специализированные продукты, спортивные напитки, метаболические препараты, витаминные комплексы, адаптогены, выделить. Почему? Потому что обычное питание должно быть индивидуальным, по вкусовым предпочтениям человека, нельзя заставить тебя есть то, что ты не любишь, понимаете? Но диетолог рекомендовать, конечно, будет спортсмену, как ему питаться. А вот нутриционная поддержка быть, групповой, по видам спорта, назначаться спортивным врачом и тренером, в зависимости от этапа тренировочного процесса, стадии его подготовительной, предсоревновательной, соревновательной или восстановительной. На самом деле документы уже разработаны даже в МБА. Есть такие документы, там по стадиям, вот эти вот комплексы. Но должна быть система, должны быть еще специалисты. Вот чтобы вот эти вот, перечисленные мною напитки, продукты, метаболические препараты. Я когда посмотрел, что наша сборная принимала перед чемпионатом мира по футболу в прошлом году, ну это был доклад в Москве, открытый там, показали, я ужаснулся. Там, по-моему, 50 или 60 бадов. Так много не надо, понимаете? Они уже друг с другом взаимодействуют и конкурируют. Вот тут не должно быть такого хаоса, как в сборной России по футболу в прошлом году. Ну, я не понял, зачем так много различных... Они принимали и на завтрак, и на обед, и на ужин, и весь период по 10-20 глотали этих капсул. Вот это, конечно, лишнее. Должна быть система, и спортивные врачи должны это думать. Мы предложили понятие, это было в нашей докторской диссертации, которая была защищена 20 лет тому назад, мы предложили понятие нутриционной поддержки спортсменов. Это использование специальных фармаконутриентов, питательных смесей, метаболических препаратов, нутрицептиков, с целью повышения выносливости, продуктивности, мышечной деятельности, коррекции состава тела, оптимизации процесса восстановления и улучшения спортивных результатов. Ну вот, это как пример. Есть спортивные продукты, есть работа, соответствующая и в первом медицинском, Гидура по этому питанию спортивному, высококалорийное, обогащенное витаминами. Все тут есть, посмотрите, витамины, микроэлементы и необходимые пищевые волокна. В чем преимущество? Почему спортивное питание, а не еда? Безопасность, сбалансированность, точное знание состава. Можно рассчитать. Потому что когда там я слышу, что какая-то баскетбольная команда отравилась в Турции, то, конечно, кто разрешил им есть турецкую еду? Еще, может, пошли, наверное, в этот самый, намотанный, вот эти все есть, такие виды турецкой еды, которые продают у нас на улицах, в шаверме, в шаурму какую-нибудь. Кто разрешил спортсмену? Поэтому, когда команда приезжает на какое-то соревнование, ее нужно изолировать, и еда желательно, чтобы была тоже такая проверенная, привезенная отсюда, запечатанная, опломбированная, чтобы туда лишних не капнули, каких-то веществ. А на кухне, конечно, это все делать опасно. Вот почему спортивное питание. И смотрите, федеральный закон, который принят был в 17-м году, я посмотрел, в 19-м году ничего не изменилось, федеральный закон, дополнивший закон о спорте и физкультуре, понимал, вчера уже показывали, медико-биологическое сопровождение, обеспечение спортсменов. Это комплекс мероприятий, направленных на восстановление работоспособности, включающий, посмотрите, обеспечение спортсменов, в том числе специализированными пищевыми продуктами. Тут ничего о диете вообще не говорится. О диете, о еде. И правильно, это дело каждого. Это не диета. Это специализированные пищевые продукты. И они же есть в федеральном законе о здоровье. ФЗ, да, по здравоохранению. Там написано, что медицинская помощь включает не только диеты, но и специализированные продукты известного состава, действия и показаний к использованию. То есть надо понимать, что есть специализированный продукт. Спортивная нутрициология решает задачи поддержания структуры состава тела и оптимальной массы, предупреждения развития переутомления, перетренированности, перенапряжения, обеспечения быстрого восстановления после травм и спортивных состязаний и включает не только оценку нутриционного статуса, но и определение энергозатрат, то, что показали вот передо мной, и потребности организма. Вообще должен быть спортивный врач-нутрициолог, который будет, по сути, физиологом и фармакологом в одном лице, и который понимает и работает в команде, а не вообще где-нибудь там изолировано. Надо жить в команде, быть с командой, да, видеть, что делает команда. И каждому спортсмену нужно подойти еще персонально. У каждого могут быть свои проблемы. У одного сустава болят, у другого связки, у третьего позвоночник, у четвертого мышцы растянул, да. И должны быть разные средства помощи. Надо помочь человеку. Он же обращается к вам. Если оценивать по индексу массы тела, то ничего хорошего не будет. Индекс массы тела не работает. Посмотрите, у Шварценеггера 33, у Сталлоне 34, а у Ивана Поддубного 34,7. Но он не проиграл ни одного соревнования. Он бои проигрывал, а состязания нет. Это в истории. Но вес был 118 килограмм, при росте 184. Так у него нет ожирения. По этой таблице у него было бы ожирение первой степени. Какое ожирение у этих ребят? Должна быть оценка состава тела и динамики состава тела. Не только функциональной составляющей, но и динамики компонентов состава тела. Висцерального подкожного жира, внеклеточной воды, минеральной массы и особенно массы мышц. Для этого используется и биомпедансный анализ, и рентгеновские методы сегодня доступны. Компьютерная томография, МРТ-томография. Там видны и мышцы, и жир, и висцеральный, и периферический, какой хотите. Вот как мы делаем. Это как мы работаем. Это наши слайды. Вот мы смотрим на рентгеновской абсурсометрии состав такого молодого человека. Мы смотрим вот этими биомпедансными анализаторами. Есть весы, есть тонита, инбоди, сека немецкая. Есть сегментарный анализ. Можно сегментарно посмотреть по животу, по груди и по конечностям. Вот. Сегментарный, абдоминальный, посмотрите, анализ состава живота. Состава жира, находящегося в животе. То есть надо, конечно, помогать людям. Если у нас, допустим, есть кардиологи, да, и есть травматологи, то у нас нет специалиста, врача, да, который занимается телом, мышцами, телом. А это же самое главное. Не только органы, которые там висят, внутренние, так называемые, а тело. Кто будет его оздоравливать? Только фитнес-тренер, который тоже не имеет медицинского глубокого образования или биохимического. Да, там рекомендуются какие-то же БАДы и так далее, но это уже другой вопрос. И вот смотрите, что получается. Это конкретные примеры по спортсменам. Если в процессе подготовки к состязанию, по импедансным данным, другим данным, мышцы растут, или тощая масса, активная, а жир уменьшается, это отличная подготовка к соревнованию. Если мышцы уже начинают падать, а жир растет, это уже плохая, это уже плохо подготовлено. А если и мышцы падают, еще и жир, то это перегрузили. Это уже тут слишком много. Но нельзя на каждого дозировать, надо дозировать индивидуально, понимаете, нельзя на команду. Надо контролировать, должны быть методы контроля. Я всем и говорю так, что, понимаете, для меня конечной точкой будет не импеданс и не желание спортсмена, а результат. Если спортивные результаты от того, что он мышцы увеличил, а жир снизился, будут хуже, то мы вернем обратно. То есть тут конечной точкой должен быть спортивный, то есть тренер, он скажет, вот этому хорошо стало, этому плохо, давай, Вань, ты не будешь больше худеть, давай ты больше мышцы качать тоже не будешь. То есть тут тоже надо смотреть, какому человеку что. Один играет худенький, стройненький, другой, опять же. И вот то, что показали, да, есть стационарность. Леонид Ильич, я уже заканчиваю, у меня последний слайд, да, спасибо. Сегодня показали стационарные, там, переносные нагрузки. Зачем? У нас в стране есть метаболограф, который на спине. Вы повесьте метаболограф К5, пусть он в хоккей играет, и вы посмотрите фактические расходы по сменам, по периодам, по этапам матча, по этапам тренировки. И там покажут белки и углеводы, носимый ранец, К5. Но почему же мы не используем современные технологии нутрициологии? Да, и это уже последний слайд, это наша новая книга, найдете ее в Доме книги на Невском, и там есть раздел спортивного. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну я хотел бы, А, Ланя, пожалуйста. Игорь Евгеньевич, можно вопрос? Скажите, пожалуйста, вот, состояние перетренированности в основном определяется соотношением гормонов тестостерона и кортизола. вопрос. Какая корреляция, если вы можете назвать, какие коэффициенты корреляции между индексом соотношения кортизола и тестостерона и то, о чем вы говорите, падение массы и падение жира. То, как вы говорите, характеризует состояние перетренированности. Спасибо за вопрос. Прямая корреляция. Тестостерон определяет развитие мышц. С возрастом тестостерон падает, мышцы падают. Жир определяется различными, эстрогенами в основном, да, и так далее. Но и картикостероиды могут повлиять, поэтому с увеличением мышц растет уровень тестостерона. Это хорошо. Это гормон успеха в спорте и у женщин, и у мужчин. Тестостерон определяет успех. Иргар Евгеньевич, я именно интересуюсь коэффициентами корреляции. Я понимаю, что прямая корреляция. Есть ли такие исследования? Конечно, есть. Их много. Я говорю, это просто один к одному. То есть с развитием мышц растет тестостерон. И наоборот, с увеличением тестостерона увеличивается. Можно делать и так. Пожилым людям вводили тестостерон с целью поддержания мышечной массы, чтобы они не старели и не уменьшались. Тут прямая корреляция. Поэтому вопрос отличный. И, конечно, когда я говорю при диабете, говорят, нужно тестостерон вводить. Я говорю, а может лучше спортом позаниматься? Жир висцеральный снизить, мышцы увеличить, и диабет будет компенсироваться диетой, а не уколами инсулина. Я говорю, это накринологам. Подождите. Не надо только идти через гормоны, которые можно вколоть. Можно же идти другим путем. Жир уменьшил, мышцы увеличил, и диабет стал другим, легким. Пожалуйста. Вот там есть передом докладчик выступал. Коллега. Да, 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 конечно. Конечно. Пожалуйста. Вопрос касается достоверности данных, которые предоставляет метаболограф, которые, как известно, они относятся всего лишь к фитнес-оборудованию. Это первый вопрос. По нашим данным разница между этими показателями составляет до 30% по сравнению с кардиопульмональным исследованием. И каким образом вот это можно и учитывать. Кроме того, в основе работы метаболографов лежит анализ только кислорода. То есть углекислота, которая анализируется и в кардиопульмональном исследовании, она никак не учитывается, а принимается за среднее. То есть фактически мы работаем с формулой и с кислородом из окружающей среды. Какие-то есть данные о поправке на ошибках, чтобы можно было сразу соотносить данные для анализа. Спасибо большое. Видимо, в клинике САГАЗа очень старые метаболографы. Современное оборудование, вот то, что я показал, не отвечайте, я скажу, там, конечно, и СО2, и О2, и дыхательный коэффициент определяется. Современные метаболографы, космет, определяют потребление кислорода, выделение углекислого газа. Я вам подарю книжку. Мои книжки, посмотрите, там это есть. Смотрите, второе, что вы спросили, непрямая калометрия не только прямая калометрия, но никого в комнату не поместят и не будут там день держать. Непрямая калометрия это сегодня золотой стандарт во всю мире, не только у спортсменов, но и у больных. Мы в реанимации работаем, определяем потребности больного в реанимации, точно, до грамма. Просто вы измеряете частично, вы меряете в момент исследования, да, получается? Вы измеряете метаболизм в процессе исследования, измерения. Но вы же функциональный врач. А нужно измерять повседневно, постоянно. Нужно датчик носить с собой сутками и смотреть. Метаболограф, как холтеровский монитор, должен быть сутками. У вас он не носится. Вы приходите, нагрузку дали, посмотрели, положили в покое, посчитали ваши кривые. У вас он сколько суток носил, метаболограф? Я прошу прощения, я хотела, я говорю не о динамическом контроле, я говорю о точности базового определения. Когда мы сотрудничали с компанией Космед, по их данным, ошибка составляет до 30%. Специалисты по медицинской аппликации не смогли предоставить нам данные, где и как они учитываются именно в метаболографах. Что касается аппаратуры, связанной именно с кардиореспираторной диагностикой Космеда, то там учитываются эти поправочные коэффициенты. Спасибо. Я отвечу, а с чем сравнили, а что за норму принимали? 30% с чем? А как вы определяли основу обмен на самом деле? Это те данные, которые мне предоставили. Я вас спрашиваю, вы сказали 30% ошибка, а чего? Где норма? Как норму определить? Мы говорим только разницу между кардиопульмональным исследованием, данными, которые сертифицированы на оборудовании, и тем, что мы получаем при исследовании с метаболографами, к нам приходят с результатами. Для динамического контроля, безусловно, постоянное ношение метаболографа может быть эффективным. Я говорю, как скрининговое основное исследование. Спасибо. Метаболограф дает 100% правильные данные, ваша компания вас обманула, вы не имеете точных данных. Да, да, Космет, вы сказали, Космет там, они, видимо, не имеют. У них тоже не специалисты, там технари работают. Точнее, чем измерение потребления кислорода и выделения СО2, нет метода определения энергозатрат. Мы делаем расходы энергии по потреблению кислорода и выделению углекислого газа. Вот, мы не можем АТФ посчитать, измерить. Какой метод еще более точный? АТФ померить в клетках? Как можно энергобмен? В камеру помещают, там теплоотдача и определяют прямой калориметрии. Ну, есть такой метод, его в 19 веке применяли. Но Лавуазье открыл, Лавуазье, знаете фамилию, да, с Ломоносовым работал, закон сохранения энергии открыл. Лавуазье открыл метод непрямой калориметрии. Сейчас метаболографы во всем мире работают, и вот то, что я К5 показывал, и они есть в Москве, есть в Питере, в других городах. Это тоже космет. Они дают стопроцентный анализ и говорят, 30% ошибка. Отчего вы не говорите? Кардиопульмональный. А что кардиопульмональный? Как кардиопульмонально можно посчитать энергию? По работе сердца и дыхания, что ли? Ну, это абсурд. Я говорю, вы просто не, вы можете не вступать. Мы дискуссия продолжим после. Дискуссия после зал. Я ответил, вы не ответили на мой вопрос. 30% отчего, я не понял. Коллеги, давайте снизим градус полемического задора, потому что мы, как бы, лучше другие вопросы давайте. Уже улетели в космос. Вопросы другие, да, если есть, вот там у коллеги есть. Да, у нас здесь еще есть хоккейные тренеры, там мимо проходили, зашли к нам. Вот. Что я хотел... Вопросы. Сейчас я предоставлю возможность. Я ваш доклад слушал, я все видел, да, я был на докладе, я посмотрел. Я хотел бы вот отметить гениальную формулировку для тренера, что не селекция и отбор, а выращивание. Да. Вот это вот принципиально, потому что у нас зачастую... Боброва и Харламова. Вы совершенно правильно, потому что у нас зачастую идет селекция и отбор. Правильно вы говорите. Спасибо, Михаилович. Спасибо, Леонид Владимирович, спасибо большое. Да. Пожалуйста, еще кто вопрос? Вопрос был у коллеги, да. Да. Если я положу команду на сборы, и на самом деле из-за бюджета, вы правильно сказали, я буду знать, что мои команды будут кормить капустой. Дайте, пожалуйста, рекомендации, как я могу из этого выйти. Может, какие-то витамины надо добавить, надо покупать. У меня, например, команда 10 лет и 16 лет, потому что в 16 лет ребят, следом, родители тренинов уже приобретают протеин, какие-то добавки сами покупают. И как это контролировать? Ваши рекомендации? Да, это плохо. Ну, вы хорошо спросили, хорошо-то вы спросили. Плохо, что сами. У вас в команде диетолог есть, нутрициолог, или просто врач? Понятно. Нет, ну, то есть нет, у детей нет. Поэтому надо, чтобы какой-то специалист это просчитал и дал рекомендации. Первый этап. Второй этап. Я говорю с родителями, чтобы они собрали деньги и в период сборов купили каждому ребенку пачку, две пачки какого-то порошка, который четко мы знаем, что подойдет, да, в этот вид соревнований. И они тогда по этому стакану, как весь мир делает, американские школьники там пьют это все, солдаты американские, у них есть порошки эти, это все делают, потому что у нас страна не обеспечивает этими продуктами специализированными, тем более детей, понимаете? А, конечно, нужно на базу вывести, чем какую-то тушенку тащить и колбасу, которая тухнет, консервы, которые вредные, шпроты, так что не взять порошок, в котором будет сбалансировано, развести, только не вот эти, не белки, не протеины, не отдельные компоненты, а сбалансированные. Я показал пример, внутрикомп, внутризон, другие. Давайте не будем, есть хлеб следующего докладчика. Спасибо. Спасибо большое.